Латвийский искусство Вы сами про них что-то узнаете Вообще-то раньше это была коммунальная квартира Сами понимаете, 1935 год Коммуналка Что главное в квартире художника Вовсе даже не вид за окном Главное в квартире художника Это мастерская Художникам Роману Сути и Александру Бельцову Мастерскую было трудно себе позволить Они жили вот в тех помещениях А вот эта большая комната Которая сейчас называется мастерская Романа Сути Ну это была комната соседей Я ж уже сказала, коммуналка Создатели музея особенно настаивают Что это не мемориальная квартира Это музей на базе мемориальной квартиры В чем собственно разница? В том, что не все здесь предметы Они помнят художников Но главное, они передают дух времени Ну правда передают Тем не менее, есть совершенно уникальные экземпляры Которые помнят художников Вот, например, этот стул Сделан он очень-очень давно И помнит художника И вот смотрите, какая история Дырка, чтобы удобно было его держать И если вы думали, что это как-то в Икее Такое придумывают То вы ошибались Что еще сохранилось в квартире? Ну непосредственно кроме самих стен Но это, конечно, личные вещи Это все-таки семейный музей Платяной шкаф А в нем вещи, которые носил Александра Которые носил Роман Вот, например, его фраг По нему неожиданно видно Что у человека он был щуплым Да и невысоким Но мы не забываем, что мы в квартире художников Поэтому здесь везде картины Шпалерное разведство Сейчас здесь в основном картины Александра Бельцовой Ну, конечно, были Роману Сутой И какая удивительная история Как по-другому картины смотрятся в интерьере А не в больших помпезных залах музеев Сразу же понятно, что не пишутся картины для музеев Пишутся для людей Кроме картин, смотрите Вот это макет театральной декорации Роман Сута работал и театр Собственно, это Туарандот Но было такое время, когда декоративно-прикладное искусство Перестало считаться чем-то непотребным Поэтому и занимались костюмами, декорациями, мебелью И все это было очень современно и очень красиво И, например, одно из главных дел Александра Бельцовой И Романа Сутой в какой-то момент Стала мастерская Балтрас Расписывали фарфор Александра Бельцова и Роман Сута В какой-то момент стали главными по тарелочкам Конечно, это мы думаем Что художники собрались Решили расписывать тарелки Зарабатывать денег Ну да, красивые тарелки На самом деле, время-то было другое И под искусство всегда подводили теорию Было много нового Вот, например, Роман Сута Он вообще считал, что надо разбить ротацию тарелки Вот это круговое движение Поэтому очень многие его композиции Разбиты диагоналями Мы теряем вот этот настоящий круг тарелки Балтрас существовал всего несколько лет К сожалению, в то время Бизнес и художники еще пока никак не сочетались Сейчас на аукционах Весь этот фарфор стоит баснословных денег Его не так много осталось Хотя производительность мануфактура была большая Время идет А тарелочки остались И вазочки тоже А вот это семейный альбом Ну, чтобы все стало наглядно Сделали вот так Вот Александра Бельцова за работой Вот Роман Сута за работой Вот они путешествуют Александра Бельцова пережила мужа На много-много-много лет Но всегда, всегда, все эти годы Эта квартира Эти три небольшие комнаты Оставались центром притяжения Для интеллигенции, друзей, людей театра Безусловно, художников Эта квартира наполнена этой атмосферой, этим ощущением Потому отсюда, в общем-то, не хочется уходить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok